Привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня у нас Nikon D750 с очень интересной историей. Nikon D750 пришел сюда на замену затвора. Вот он, новый затвор. Новый и четвертый. Да, четвертый затвор на этом аппарате. Аппарат выглядит просто чудовищно. Но хотите прикол? В том, что он прекрасно работает и заработал уже более 4 миллионов рублей. Выглядит, конечно, в скверном состоянии. Однако не все так плохо, внутренние части. Каска облезла, кое-где пластик повыпадал. Резинки свалились. Он продолжает работать и приносить доход. Сейчас у меня ошибка ERR, что говорит о том, что затвор нужно заменить. Этот аппарат уже переживал замену затвора. По данным, которые у нас остались, это была замена у нас. В апреле 2018 года он пережил замену затвором. После этого, сегодня у нас сентябрь 2023 года, вот он пробежал и сломался. Сегодня мы поставим вот такой новый затвор. И я сейчас покажу по логам, что на нем и как. Оборудование подключено к программному обеспечению торнадо. Ссылка на программу будет в описании. Сейчас мы нажимаем Connect. И далее мы получаем первую информацию по объективу, по аппарату. Пробег затвора 1 138 155 ошибки. Поскольку здесь нет такой темы в плане времени, что он не указывает конкретно, когда произошла ошибка. Он указывает только лишь конкретные проблемы, связанные с положением зеркала, переключением оптических переключателей, которые там находятся. Датчики, короче, сенсорные... Ой, не сенсорные, а оптически воспринимают неправильное положение и, конечно же, ругаются на ошибку. Вы видите Mirror Up. Это говорит нам о том, что он зависает в зеркало верхнем положении. Ну, так оно и есть. В программном обеспечении вы спокойно сможете настроить скорость затвора. Общий Shift фокуса на Front или Back. Здесь минус 25 стоит. Спокойно можно считать все данные, записать их на комп и дальше загрузить обратно на новую матерингу. И нажав на кнопку Backup All, вот на эту, вы полностью сохраняете все настройки вашей камеры. На комп. В случае, если вдруг что-то пойдет не по плану. В программном обеспечении легко можно изменить количество пробега. И в данном случае здесь оно не менялось никогда. А по выработке, ну, тут, конечно же, данные с всех затворов, которые были суммарно, объединились в одно. А версия прошивки мы видим, судя по всему, старая. Надо посмотреть новую. И все будет хорошо. Ну, и короткая история о нем. Аппарат куплен был, был, но на гарантии. Пробежал он год съемки. И после года пошел по гарантии, буквально месяц до конца гарантии, пошел на замену затвора. Там заменили затвор. И спустя год он пришел ко мне. Я заменил затвор. И вот в апреле 2018 года он был заменен. Сломался он в сентябре 2023 года. И сейчас мы поставим новый затвор, который по прочности точно такой же, какой я оставил тогда. Ну что ж, друзья, начинаем. Затвор. Продолжение следует... 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 ну по крайней мере наличие нет а вот и если будет желание можно конечно будет его сделать красивым вопрос надо ли человеку делать его красивым потому что человек на нем просто тупо бомбит деньги зарабатывать то как он выглядит его сильно не беспокоит вообще очень сильно выработан механизм о и сам байонет смотрите аж до латунного блеска вот такая выработка и вся эта выработка была внутри фотоаппарата приходилось это все вычищать и не везде видать вычищена вот судя по фокусировочному экрану еще если посмотреть на зеркало может быть чуть-чуть есть я еще завтра хочу посмотреть матрицу после того как я разбирал собирал потому что могло попадать что-нибудь на нее хотя я очистил ее перед тем как установить ну и эту часть корпуса которого блестела от того что вытерлась краска я подкрасил черной краской которая идет мангальная матовая высокотемпературная до 1200 градусов ну вот тут еще кое-где подкрасим выставил вот эту часть которая немножко моросила по настройке сейчас на все попадает туда куда надо и полный диапазон отрабатывает ну и на этом у меня все друзья с вами был иван канал digital shaman поставьте лайки пишите комментарии и подписывайтесь на канал всем пока